Число скачиваний выросло сразу после анонса разговора с российским президентом. Подробности оботеряли Анны Ворониной. Анонс этого интервью уже наделал столько шума, что сомнений не остается. Соединенные Штаты этим вечером, независимо от политических взглядов и настроений, в 18 часов по Вашингтону будут смотреть беседу Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Ажиотаж невероятный. Достаточно взглянуть на статистику публикации в соцсети ИКС, бывший Твиттер. Видео посмотрели 54 миллиона раз всего за 6 часов. И это не считая аудитории, которая смотрела интервью на сайте журналистов. Такой интерес объяснить слегка. Возможность узнать правду, которая пробьется сквозь потоки лжи и информационную блокаду на Западе. Они будут очень внимательно изучать это интервью, они будут его анализировать. Понятно, что есть тенденция к тому, что там такая, знаете, профессиональная, профессиональная, конечно, нежелание публиковать интервью, которое было дано Карлсона, потому что там есть свой раскол. Там есть свой раскол и по политическим взглядам, и корпоративный раскол в медиа, очень серьезный. Они разделены очень жестко по критериям поддержки того и той или иной партии, одной из двух. Поэтому, конечно, такая определенная ревность профессиональная присутствует. Но со временем, безусловно, последует очень глубокий анализ этого интервью. Ну, Владимир Владимирович, в принципе, отвечал честно, откровенно. Поэтому, насколько вопросы были корректны, ну, не знаю, не мне судить. Безусловно, я считаю, что обязательно надо посмотреть. Сегодня утром по радио слушала отдельные выдержки. Решила, что нужно целиком посмотреть вообще мнение первого лица государства, тем более в преддверии выборов, для меня очень важно. Ну, а услышать точку зрения на Западе, как вы считаете? Очень хотелось бы, чтобы услышали, но я думаю, что там будут препятствия, они не захотят. Ну, кто захочет, наверное, найдет интервью и посмотрит, и свои выводы сделает. А в большей массе, к сожалению, надеюсь, не надеюсь я, что они посмотрят. Россия, как говорится, великая страна, и в этом плане прислушиваться и находить компромиссы, и точки обязательно надо.